Гадание о судьбе Рамзана Кадырова дело уже бессмысленное. Все, кто более-менее знаком с его ситуацией, предсказывают. Его карта бита. Впереди гроб и кладбище. Максимально помогали, максимально взаимодействовали, раздавали все эти власти, как положено, как у нас сегодня. Причина – некроз поджелудочной железы. Вылечить это невозможно, только отсрочить неизбежно. А гадать остается только, кто будет преемником. Кофейная гуща тут не подойдет. Чечне и без нее мрачно, поэтому старые добрые карты. Они покажут, кто главный кадыровский наследник, кто для Чечни суженный, а кого, может быть, ждет после его смерти казенный дом. В последнее время что-то вы такие все дерзкие стали. Правда, для всего этого надо знать дату рождения. Если не Кадырова самого, то его как преемника прежнего главы Чечни. А это было ровно 20 лет назад. 9 мая 2004 года на стадионе в Грозном во время праздника в честь Дня Победы прогремел взрыв. Погиб действующий президент республики Ахмат Хаджи Кадыров. В тот же день Рамзан получал на личной встрече соболезнования от Путина. И получил бы пост главы Чечни. Но нельзя было по малолетству. Пришлось выжидать несколько лет. До 30-летия, которое позволило переместиться на желанное место. До этого он занимал пост главы правительства Чеченской республики. И Рамзана между собой в Чечне называли как минимум премьер-министр. А раз Кадыров пришел к власти как наследный принц, то вывод, кому эту власть отдавать, напрашивается сам собой, тоже сыну. Первый туз в колоде приемников это, конечно же, Адам Кадыров. Пока что он максимум валет, но активно напрашивается в короли. После того, как публичное сбил человека. Хотя, если помните, то первый раз на всю страну он проставился, когда били его самого. И тоже на камеру. О, двоечка хорошая залетела от Аслана. В апреле 2021 года по Матч ТВ показали боксерский бой между 13-летним Адамом Кадыровым и его свежником из Кабардино-Балкарии. Планировалось, что сын уважаемого папы под прицелом камер нокаутирует соперника. На деле же Адам получил несколько позорных ударов в лицо. Судья спешно прервал бой. Мальчику присудили победу. Довольно непонятно, если честно. Спустя пару лет уже 15-летний Адам получил новую порцию славы, когда на одной из фотографий у него заметили часы Ричард Майл за 37 миллионов рублей. А еще сумочку Луи Виттон. Но ярче всего гламурный подолок ворвался в обсуждение во второй половине 2023 года. Он избил беззащитного заключенного Никиту Журавеля. Этот бой прошел без судей, зато наград по его итогам Адам снискал горы. За полтора месяца боевой Кадыров снискал такие призы. Звание медаль Героя Чечни. Орден за заслуги перед Карачаевой Черкесской Республикой. Высшая государственная награда региона. Орден за заслуги перед УМОЙ. Главная награда Духовного управления мусульман Карачаевой Черкесии. Орден за заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой. Высшая награда в регионе. Орден парламента Чечни. Честь Отечества. Орден Дуслык. Вторая по значимости награда в Татарстане. Орден за служение религии Ислам первой степени. Орден трудовая доблесть России. и медаль за вклад в развитие Российского университета спецназа первой степени. В феврале этого года он получил даже награду за участие в соревнованиях спецназа в Дубае в составе команды «Ахмат», в которых, правда, не участвовал. Все эти горы наград, последовавшие за ними обсуждения и созданные мемы, по мнению многих аналитиков, выполняли одну простую функцию – сдвигали обсуждение здоровья Кадырова на второй план. И действительно, общественность возмущалась унижениями от Кадырова-младшего, но стала забывать про здоровье старшего. В этом плане ставка на Адама сработала. Новая газета утверждает, что у пиар-операции была и другая цель. Якобы в Чечне многие судят о гомосексуальности младшего Кадырова и демонстрация его маскулинности должна была и эти слухи победить. Возможно, помогло, но всерьез, как преемника Адама сейчас никто не рассматривает. Не только из репутации, но и по причине малолетства. Напомню, что даже его отцу пришлось ждать допуска к вакантному трону несколько лет. Чего уж говорить про 16-летку Адама. Чуть серьезнее выглядит Хамзат Кадыров. Ему 27 лет. Спасибо! Аплодисменты! Хамзат чемпион! Если верить телеграмму Рамзана, то с Хамзатом у него странные родственные отношения. В день рождения он выложил клип, где назвал его «Мой старший сын и дорогой племянник в одном лице». Он действительно племянник, но едва ли полноправный преемник. Виной всему уж слишком разгульный нрав, несмотря на напускную набожность, а еще дикие замашки. Известно, что когда Рамзан был в больнице в прошлом году, то Хамзат воспользовался этим и стал вымогать у чеченских коммерсантов деньги. Дядя Рамзан был в шоке. А более вероятных преемников в хоть и огромном, но абсолютно несамостоятельном клане Кадыровых нет. Из какого-то мужского рода, который по возрасту подходит, никого неизвестно. То есть могли бы назвать его дядю, брата его отца. Но он совершенно не способен к этому, его к этому не учили, и он от этого сам будет оказываться. Это будет очень странно. Будет, скорее всего, слабо. Там только дети остаются, и при этом дети очень молодые. И надо будет ждать очень долго. То есть пока непонятно, как это будет происходить. Поэтому на этот счет я прогнозов не даю, кроме того, что будет какой-то временный регент, пока они не вырастут. Никаких проблем с возрастом, зато нет у другого очень заметного человека. И тоже туза из колоды Кадырова. Он, конечно, не родственник, но дорогой брат. Адам Султанович Геремханов. Преемником своим Рамзан называл его еще 15 лет назад в интервью. Я приготовил человека, который может меня сменить. Адам Делимханов, самый близкий мой друг, ближе, чем брат. Его все мои братья, все племянники, все родственники любят, и все они в бою. Он сейчас в горах воюет. Будучи депутатом Госдумы от Чеченской Республики, он воюет в горах. Прошло много лет, Адам все еще в Госдуме. Номинально. Потому что два последних созыва, он неизменно в топе самых неэффективных депутатов. За минувший год он пропустил ровно 100% всех заседаний. Но у него есть оправдание. Делимханов снова воюет, правда не в горах. Теперь он ярый борец с украфашистами. Будем наступать и уничтожать этот сатанистский добровольческий корпус, так называемый. Он не русский корпус. Русские верующие люди, россияне верующие люди, вместо с нашим президентом. Опыт войны у Адама Султаныча и впрямь впечатляющий. Он в деле середины 90-х. В первую чеченскую Делимханов был рядом с Салманом Радуевым. Одним из самых заметных и жестоких убийц террористов. Радуев, например, в 96-м году возглавлял группировку, которая атаковала город Кизляр. И взяла несколько сотен человек в заложники. Погибли десятки. И вот у этого человека Адам Делимханов был водителем. Поймали делимхановского начальника в начале 2000-х. Да, Делимханов был водителем Радуева, которого потом осудили за теракты. Посадили, по-моему, в Черный Дельфин, если я не ошибаюсь. И там он официально вроде как покончил с собой. А вот он был его водителем. Это та история, когда я говорю, что он не чурается ничего. Он не чурается никакой позиции, никакой стороны. Он не думает о моральной части. И он готов просто быть на стороне сильно. На тот момент, в период Первой войны, Чечня побеждала. И он там был на стороне, на тот момент, с сильной стороны. И он был поэтому с этой стороны. Потом начинается Вторая война. И там уже Россия сильнее. И он сразу приходит вместе с Ахматом Кадыровым туда. Смена хозяев была для Адама правильным решением. Он быстро взлетел по карьерной лестнице от сотрудника службы безопасности главы Чечни в 2001-м до заместителя председателя правительства Чечни в 2006-м. После работы на самых беспринципных террористов, Делимханов это явно не тот человек, который будет увиливать от жестоких и порой кровавых поручений. В 2006-м году полковник ФСБ и бывший охранник Ахмата Кадырова, находящийся в Москве Мавладий Байсаров, рассказал в интервью изданию «Время новостей» о том, что за ним из Чечни выехала вооруженная до зубов группа. У нее есть даже гранатомет. Байсаров рассказал в интервью и о настоящем беспределе в послевоенной республике. И о своем несогласии по многим вопросам с Рамзаном Кадыровым, которого он хорошо знал лично. Интервью было 13 ноября, а 18 ноября Байсаров был убит при выходе из машины на Ленинском проспекте. В него было выпущено 11 пуль, якобы при задержании и оказании сопротивления. Сделала это та самая группа, что приехала из Чечни, а возглавлял ее Адам Делимханов. Байсаров был убит именно из наградного пистолета «Грач», принадлежащего Делимханову. Я говорю об этом специально, чтобы следственные органы проверили мою версию. Я сам работал в следственных органах и знаю, как это делается. Говорил изданию коммерсант бывший чеченский вице-премьер Беслан Гантемиров. Действительно ли Делимханов убил человека средь бела дня в Москве? Это дело так и осталось нерасследованным. А Делимханов после совершенного им убийства в столице России поехал убивать врагов Кадырова в столицу Объединенных Арабских Эмиратов. В центре внимания крайне загадочная история с покушением на героя России бывшего командира чеченского батальона «Восток» Сулима Ямадаева. Покушение произошло в прошлую субботу в Дубае. Сразу же следует отметить, что всего лишь полгода назад в Москве был убит брат Сулима Руслан Ямадаев, тоже герой России, экс-депутат Госдумы. Организаторов того преступления, кстати, пока так и не нашли. Сулим, как и его братья, был убит. Арабские следователи смелее московских. А потому уже совсем скоро они официально назвали организатора преступления. Это Адам Делимханов. Но его карьере все это не помешало. Может быть, даже помогло. Делимхан – отвечный депутат Госдумы. И да, он очень любит хвастаться военными успехами. В частности, завоевание Мариуполя в 2022 году он присвоил себе. Операция по уничтожению и очистке Мариуполя сегодня, можно сказать, завершена. Указание президента страны Владимир Владимировича Путина выполнено. А еще Делимханов богат, очень богат. До войны издание проекта выпускало расследование о том, как ему и Кадырову удается в темную заниматься бизнесом, используя темных риэлторов и свои услуги по крышеванию бизнеса. В обороте сотни миллионов долларов. Но, как ни странно, именно богатство и влиятельность Делимханова, скорее всего, и станут преградой на пути к посту главы Чечни. Ему он просто не нужен. Зачем вообще ехать в бедную Чечню, если уже привык жить в Москве в самых комфортных условиях? Делимханов – он депутат Государственной Думы. Он восседает в своем дворце в президент-отеле. У него огромная армия, грубо говоря, головоредцев, как это названо. Он занимается рэкетом, он занимается бизнесом, он отжимает деньги у чеченских бизнесменов по национальному признаку и у других в том числе. Направляет эти деньги, в том числе, на войну. Это и сейчас происходит. Есть куча свидетельств о том, что деньги, которые забрали у чеченских бизнесменов, их отправили на то, чтобы купить дополнительную военную технику, то есть легкую автомобильную военную технику, там типа уазов-патриотов и так далее, на войну. То есть он, на самом деле, очень хорошо сидит. Ему даже не нужны эти должности. Он очень хорошо сидит в Москве, у него очень хороший уровень комфорта жизни. Ему незачем возглавлять Чечню, где уровень жизни намного ниже, и тем более за любой косяк тебя будут мучить очень много. Есть еще одна причина, почему Делимханов это все же не козырный туз, каким ему хотелось бы казаться. Он слишком уж измазан в крови, даже по чеченским меркам. США почти 20 лет назад внесли его в санкционный список именно как человека, ведущего международную преступную деятельность. Гарантия существования не просто успешного, а живого Делимханова – это живой Кадыров. Поэтому, как утверждает новая газета, именно Адам Султанович всегда настойчивее всех требует от Рамзана Ахматовича следить за своим здоровьем. Долго жить мы все равно не хотим. Коротко, но достойно будем жить. Так что, вот такие дела. Рядом по влиятельности с Делимхановым идет другой вояка и любитель пиара – Магомед Даудов, который любят, когда его называют лорд. Эта карта сильнее многих. Ахмат! 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 Даудов недавно получил воинское звание генерал-майор в дополнение к такому же полицейскому званию. Первую чеченскую он встретил еще ребенком, но успел побоевать против русских и в 14 лет. Во вторую войну воевал уже под триколором. Затем пошел в силовики и стал известен широко, но только на территории Чечни. На всю Россию Даудов стал известен после скандала. В своем инстаграме он выложил фото пса Тарзана и стал этой собакой грозить оппозиционерам. В иносказательной форме и сомнительным отношением к грамматике. Тарзан в меру добрый, в меру терпеливый, умеет долго ждать. Он знает главное правило этого жестокого мира. Выпустишь волку кишки, шакалы глохнут, торопливо углубляясь в леса. Вырвешь глотку питбулю, дворняге брык на спину и давай хвостом асфальт мести. Повизгивай от счастья при виде нового вожака. Очень резвый стал Тарзан, еле сдержан. Ой, что бы тут было бы, если бы не демократия. Сейчас посты такого характера выходят регулярно, на них уже никто не обращает внимания. Но в 2016 году угрозы такого рода были в диковинку. Тем более, что автор грозился натравить животное на вполне определенных людей. Илью Яшина, Льва Пономарева, Игоря Каляпина. Вот только и у самого Даудова сход с собакой слишком много. Даже свое прозвище Лорд. Он, как и пес Тарзан, получил от Кадырова. Якобы за стиль в одежде. И весело на кличку отзывается. А еще, как положено, лижет руки Путину и дает ему самое фантастическое обещание. Пока Владимир Владимирович Путин не остановит нас, мы, инжаллах, дойдем до Берлина. Мы победим. В этом нет сомнений. Как и Дилимханов, Даудов активно показывает свое участие в войне. Правда, реже выдвигается в сторону окопов и рвущихся снарядов. И сейчас, в период войны, он также пытается набирать себе очки. Но не в качестве участника, а в качестве человека, который делает набор добровольцев и отправляет их туда. И, собственно, он курирует это направление. Через Чечню набираются со всей России. Известен Даудов и как опытный интернет-боец. Когда уехавший из Чечни блогер Тумсо Абдурахманов несколько лет назад стал рассказывать на ютубе правду о порядках республики, то ему неожиданно позвонил Даудов. Расчет был, видимо, на то, что Тумсо от одного факта со звона придет в трепет, а Даудов проучит врага. Но вышло иначе. И это есть на ютубе. Аргументация у Даудова, как видно, хромала. Поэтому с такими пранками он быстро завязал. Они рискнули, вступили в эти споры, облажались. Поняли, что им как минимум очень сложно дискутировать в таком формате, когда они не могут просто за любое непонравившееся слово тебе по голове дать дубинкой. Это для них вообще не что-то для них новое. Они никогда в своей жизни такого не видели. По крайней мере, за последние лет 20 они разговаривали исключительно в формате с задержанным, с пленным, когда человек вынужден отвечать так, как они хотят, их не злить. А тут они выходят на связь с человеком, который полностью обезопасен, он не находится перед ними, они не имеют какого-то влияния напугать. И он говорит все, что хочет, задает вопросы неудобные, где-то даже подкалывает как-то, оскорбительно называет предателями. Для них это был очень тяжелый такой опыт, поэтому они, в общем, прекратили его, больше они ничего подобного не делают. И я думаю, что Даудов, он особо тяжело пережил этот разговор, потому что этот человек очень тщеславный, он очень амбициозный. И если там, например, бывший министр по национальной политике Джамбулат Умар был первым человеком, с которым я вступил в разговор, если для него это было не так уже оскорбительно, слушать меня подобные вопросы или какие-то оценки своей личности, то для Даудова это было очень тяжело. Гораздо лучше у Даудова получается расправляться с людьми вживую, особенно беззащитными. В частности, он курировал тюрьмы для геев. Human Rights Watch в 2017 году в своем докладе сообщали, Даудов играл ключевую роль в организации зачистки республики от геев, одобренной республиканским руководством. Большинство наших собеседников из числа бывших задержанных, рассказывая, что слышали, как захватившие их и издевавшиеся над ними силовики, говорили о Даудове и о якобы поступившей от него команде на жесткую зачистку геев. Еще он 10 лет назад избил Руслана Кутаева, мужчину 60 лет. Причина? Он ослушался и не явился к Рамзану, когда был вызван. На вопрос о том, мог ли Даудов участвовать в убийствах людей без суда и следствия, Абубакар Янгубаев отвечает, не задумываясь. Конечно, Монки участвовал, именно он принимал участие, в том числе, в похищении нашей семьи. Именно он также избивал меня, брата и отца этого резиденции. Именно он проявлял максимальную жестокость. И помимо этого, это было в тени, то, что происходит за кулисом. Люди могут мне не поверить, сказать, что я придумал это. Но есть другие видео, где он, находясь в мечети, бьет старого человека, который возразил ему в чем-то. Еще в период, когда он был начальником Шалинского ОМВД. Есть другое видео, где он уже, будучи партизателем парламента, пытается влиять на жюри суда, где независимые люди сидели, и они решили, что человек невиновен. Он собрал всех тех людей обратно и сказал, что вообще-то вы должны его посадить. И жюри полностью поменяло свое решение. Это вообще нонс. Это впервые в судебной практике России за всю историю существования российской судебной системы. Это произошло, он не стесняется, он наоборот этим гордится, и за это его Кадыров хвалит. Даудов, куратор силового блока Чечни и спикер парламента. Но помимо этих функций, Кадыров бросает его и на другие задачи. Этой картой он бил пандемию, когда Даудов был ответственным за борьбу с ковидом. Хватает у него и других хозяйственных вопросов. В итоге Даудов так и не смог сформировать свою команду и протащить во власть лояльных людей. Единственным был прокурор Чечни Шарпудди Абдул Кадыров, но и его выдавил Дилимханов, чтобы поставить своего человека. Гораздо лучшим утрелся другой человек, Абти Аронович Лауддинов. Именно его прочат преемники Кадырова журналисты, суряющие Рамзану скорую смерть. Его же называют самым цивилизованным человеком из всех, кто окружает сейчас Кадырова. На мой взгляд, появление Алауддинова вместо Кадырова, мне кажется, для жителей республики, для обычных людей, это был бы самый лучший исход. То есть, если выбирать из этих всех зол, мне кажется, Алауддинов – это наименьшее зло из всех. Потому что представить себе наследника Кадырова, или представить себе Дилимханова или Давудова, ну на их фоне Алауддинов, тем более, учитывая, что я лично имел контакт с этим человеком, когда меня похищали, он тоже присутствовал во время его допроса, я делаю, ну, я даю такую оценку, что это наименьшее из всех этих зол. Для жителей республики, я подчеркиваю, для обычных людей. И может показаться, что все предрешено, и Алауддинов – наиболее просвещенный человек, практически либерал, случайно попавший в колоду Кадырова, и картой он все бьет, и трон ему предначертан, и гадать не надо. Он будет во власти после Рамзана, но в реальности все сложнее. Поэтому разберемся для начала с либералом. Не могу не сказать, потому что по-другому не бывает. Ахмат – сила, Россия – мощь, Бог велик, Аллах – отбор. Нынешний командир спецназа Ахмат, в смысле, Алауддинов, более чем за 20 лет службы в российских силовых структурах, сделал фантастическую карьеру и сейчас имеет звание генерал-майора. И в полиции, и в армии. Можно только представлять, сколько крови на его руках. По данным журналистов, в январе 2017 года он был в расположении полка имени Ахмата Кадырова, когда там были казнены десятки задержанных. Участвовал в избиении родственников неугодных, запугивал местных жителей, угрожал критикам главы Чечни за границей и внутри региона. Все это во славу Рамзана. Умело он ему доказывал до предовремени свою верность и словами. Порой даже чересчур старательно. В 2017 году он исполнил такую пронзительную речь во славу главы республики, что сначала начал плакать сам, а потом довел до слез и Рамзана. Но в 2019 году все это не помогло. Тогда появилась информация об участии Алаудинова в заговоре против Кадырова. Сам он все отрицал, но позднее лишился должности. Спасла украинская война. Во время нее он возглавил спецназ Ахмат. Получал звание Героя России и Героя Чечни. Совместных видео с Кадыровым стало больше. Из плюсов Алаудинова новая газета называет еще самостоятельность и способность принимать решения. Журналисты из Кавказ-Реали подвергают это сомнению. И не только они. Но начинается война. Кадырову нужны такие варлорды маленькие, чтобы ими управлять отдельные спецназы. И вот в качестве этого маленького варлорда он берет Аптеллаудинова. Аптеллаудин уже там на месте, понимает всю систему. И начинает уже работать не на чеченское общество, не на кадыровцев и кадырова, а уже на российское общество. Он больше интернационализируется. Я говорю, что вот мы не просто Ахмад Сила, мы войско Иисуса Христа. У меня дома Тора, Коран и Библия. Все вместе. То есть у него вообще происходит. И над ним, конечно, еще больше смеются в чеченском обществе. И поэтому история о том, что да, он может быть не непостоянным, но временным заменителем. Просто потому, что он не пользуется уважением среди тех же МВДшников, среди обычного населения. Потому что в период даже войны в Чечне, во время Второй войны, он много раз... То есть я никому это не желаю и не смеюсь из этого. Но были истории о том, что он от испуга мог испачкать штаны и что-то такое произойти. И какие-то видео тоже есть, где он полностью испугавшийся. Ну то есть не подходит, не идет ему война. Но нужно признать, что несмотря на то, что это не человек первой храбрости, не человек авангарда, он все равно пытается перебороть эту трусость и идти вперед. Система, которую Кадыров выстраивал годами, вот эта его победная комбинация, она выглядит действительно мощной. Но пока в ней есть вот такой Джокер. А пока же все тузы, которые есть в его колоде, бьются этим самым Джокером, ну то есть Кадыровым. И в реальности эти с виду сильные люди не самостоятельны абсолютно. И после смерти, когда бы она не случилась, они будут вынуждены полагаться на одобрение Кремля. В лучшем случае Путина, в худшем какой-нибудь шестерке. Кадыров любит всем своим видом доказывать и показывать, что Чечня при нем достигла пика могущества и настоящего расцвета. Но реальность такова, что сразу после окончания его правления, будем надеяться, что и скорой смерти, она может пасть словно карточный домик. И кто окажется в основании этого карточного домика, а кто на его вершине, уже не так важно. Решать судьбу Чеченской Республики будет Владимир Путин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова